60 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево. Киевлянка Ольга Чернявская, основатель общественной организации «Украина без мусора», убеждена, что на таких примерах детям намного доступнее и легче объяснить, что мусор не должен валяться под ногами. Его следует рационально сортировать, и тогда он сможет превратиться в ценный ресурс. С начала прошлого года я пребывала около 20 мероприятий, лекций, 20 школ у меня было, где вот точно так же в актовом зале, а иногда просто в классе несколько уроков было задействовано, читала лекцию о сортировке мусора. После лекции объявили такое мероприятие «Сбор макулатуры» на лучший класс в школе. Школы могут сотрудничать с компаниями, которые заинтересованы в переработке определенных видов отходов, будто пластик или макулатура. Такая сдача мусора может стать прибыльным делом, тем самым ученики сами могут становиться менеджерами для своих школ. Планируется, что в Николаевских учебных заведениях проведут лекции и установят специальные боксы для раздельного сбора мусора. Этот вопрос нужно решать, чтобы наши дети жили в безопасной окружающей среде. Этот проект «Let's do it Ukraine School Recycling» – это пилотный проект по всей Украине, и он стартует именно в Николаеве. Данный проект будет проходить совместно с Агенцией развития города Николаева, с нашими коллегами, и также к нему присоединилась компания «Пепсика Украин», которая нам поможет, скажем так, с игровой формой. Планируют создать для школьников и компьютерную игру, которая будет наглядно иллюстрировать, как сортировать мусор. А пока модераторы проекта собираются организовать работу с предпринимателями, которые заинтересованы в сборе сортированного мусора. Их координаты пообещали предоставить учебным заведениям на следующих тренингах и лекциях.